В Дамбайе прошла восьмая международная научно-практическая конференция «Тенгирианство и эпическое наследие народов Евразии. Истоки и современность». Организаторой конференции выступил Международный фонд исследования «Тенгри» и туристический комплекс «Старый Дамбай». Что такое тенгирианство и о чем говорили ученые, расскажет Мурад Жанкёзов. Тенгирианство – древняя вера народов, проживающих на огромной территории, от Китая и Монголии до Казахстана и Ирана, появившаяся задолго до буддизма, христианства и ислама. Еще недавно считалось, что это умершая религия. В основе этой древней веры – культ поклонения Творцу, сотворившему все живое и неживое в нашем мире, вечному синему небу. Монотеистическое учение – это обожествление сил природы, поклонение вечному небу, космосу. В рамках работы конференции ученые из России, Казахстана, Болгарии, Кыргызстана, Пакистана поделились опытом и результатами научных исследований, проводились пленарные заседания, работали тематические столы, а для тех, кто не смог приехать, предоставили возможность участия в режиме онлайн. Выступления ученых были посвящены вере в тенгрии и религиозному учению – тенгризму. Именно на концептах тенгризма обусловились развитие государственной идеологии и появление древних евразийских военно-политических союзов, империй, а в целом и всей евразийской цивилизации. Каждая религия старается, чтобы она получила верховенство, однако, может быть, это не самый разумный путь поведения человечества. И наши конференции этими занимаются. Таким образом, может быть, мы найдем путь к единению современного человечества. Мы просто сегодня перебрасываем мостик от нашего сегодняшнего ислама к нашему тенгриянству. И мы замечаем, обнаруживаем просто уникальные такие связи между исламом и тенгриянством. Почему наши народы так легко приняли ислам? Только потому, что все то, что было наработано нашими предками во времена тенгриянства, это все абсолютным образом ложится на почву ислама. Участники конференции, подводя итоги, решили в связи с актуальностью темы, ее интегрирующие роли среди евразийских народов, рассмотреть возможность проведения подобных научно-практических конференций не раз в два года, как было раньше, а ежегодно и в самых разных частях света. Мурат Жантьюзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Донбай.